По мнению российского военного эксперта, с распадом СССР армяно-азербайджанский конфликт из межэтнического приобрел форму межгосударственного. Процесс восстановления территориальной целостности Азербайджана продолжается. Под контроль Баку передаются оккупированные Армении земли, о которых практически не упоминалось в сообщениях СМИ, ведь термин конфликт вокруг Нагорного Карабаха фактически не давал понятия обо всех территориях Азербайджана, удерживаемых Арменией. Об этом сказал военный политолог, член экспертного совета Организации офицера России Александр Перенджиев, комментируя передачу под контроль Азербайджана согласно трехстороннему соглашению от 10 ноября стратегических высот вокруг Кафана и еще 13 сел. Дело в том, что когда армяне изгоняли азербайджанцев из Кафана и его окрестностей в 1987 году, а это еще до событий в Сумгаите и Нагорном Карабахе, армяно-азербайджанский конфликт в то время, время СССР носил межэтнический характер. Но именно отсутствие какой-либо реакции центральной власти на преступления со стороны армян в отношении азербайджанцев и развязало руки армянам по дальнейшему изгнанию азербайджанцев из Нагорного Карабаха и семь районов вокруг него, подчеркнул собеседник сайта. По его словам, с распадом СССР армяно-азербайджанский конфликт из межэтнического приобрел форму межгосударственного. Поэтому возвращение высот вокруг города Кафан говорит о восстановлении исторической справедливости. О том, что усилие и пролитая кровь азербайджанских воинов была не напрасна. И возвращение высот вокруг Кафана еще раз красноречиво говорит о победе официального Баку в 44-дневной войне, не оставляя места для каких-либо, даже малейших сомнений в этом, отметил Перенджиев.